Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня предлагаю обсудить вопросы строительства и реализации жилья. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь. Александр Михайлович Гончаров, генеральный директор УАО «Гомельский домостроительный комбинат». Трудовую деятельность начал в 1991 году после окончания Гомельского политехнического института. Первая запись в трудовой книжке – механик автотранспортного участка завода крупнопанельного домостроения «Гомель-Жилстрой». Вскоре он был назначен главным механиком завода железобетонных изделий строительно-монтажного треста номер 27, а уже в 1998 – заместителем начальника комбината по промышленности и собственному строительству Гомельского домостроительного комбината. В следующей ступеньке, где Александру Гончарову довелось проявить не только профессиональные навыки, но и лидерские качества, стала должность директора завода крупнопанельного домостроения «Гомельского ДСК». С 2002 года более 10 лет он занимал должность заместителя генерального директора по производству, директора завода крупнопанельного домостроения. В 2012 году Александр Гончаров возглавил одну из главных строительных организаций региона. В 2016 году удостоен высокой государственной награды – медали за трудовые заслуги. На вопросы, которые касаются деятельности Гомельского домостроительного комбината, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340 043. Здравствуйте, Александр Михайлович. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Если судить по спросу на рынке жилья, то о какой квартире сегодня мечтают гомельчане? Какие квадратные метры разлетаются быстрее всего? Ну, в первую очередь, всех, наверное, волнует цена, качество и расположение этой квартиры. Лучше всего, и самый основной спрос, конечно, это в центре города. Ну, и понятно, здесь сложилась инфраструктура, садики, школы. Все в шаговой доступности, включая магазины. Вот квартиры одно-двухкомнатные, там, планировка. Это влияет? Безусловно. В сегменте долевого коммерческого жилья большим спросом пользуются одна- и двухкомнатные квартиры. Ну, реже трехкомнатные. Иногда четырехкомнатные. Если это жилье для нуждающихся, здесь ситуация меняется. Трех-четырехкомнатные квартиры уходят на ура. Однокомнатные могут уходить, но с некоторой задержкой. Бывают случаи, когда вот для нуждающихся покупают две квартиры на этаже. Одну и трехкомнатную. Да, удобно. На самом деле. А какой проект вот из всех, которые вы видели, вам лично больше всего нравится? Ну, для меня они все дороги. Так как все жилье, которое построено в городе Гомеле, это дело рук нашего коллектива. И понятно, как человеку, который вложил частичку в каждый дом, они эти проекты все дороги. Но хотелось бы отметить последние дома, которые построены в микрорайоне Мельников-Лук. Это, безусловно, наш совместный проект с институтом Гомель-проект. Несколько лет назад директор Тишкевич Александр Иванович, он предложил новый вид дома. Дом КПД с вентилируемым фасадом. Таких домов еще в республике не было. Мы рискнули, пошли на этот эксперимент. Он оказался очень удачным. Жители города могут его видеть. Он находится по адресу Головатского, 136. Это 12-14-этажный дом переменной этажности. Также хотелось бы отметить, безусловно, наши дома в 19-м микрорайоне. Это группа домов со строенными детскими садиками. Это разработка нашей архитектурно-проектной мастерской. Здесь мы постарались, чтобы дома были архитектурно более выразительны, создали среду обитания. И жители ближайших домов могут это все увидеть. Год назад там был пустырь, где гуляли, выгуливали собак. Сегодня это очень престижное место. И вот за такие проекты нам не стыдно. А какова сейчас степень готовности к этих домам? Два дома введены. Сейчас работаем над тем, чтобы по концу года ввести жилую часть двухподъездного дома и встроенный детский садик. А детский садик примет своих новоселов когда? В следующем году? Открытие садика планируется к Новому году. Это будет подарок коллектива Гомельско-довостроительного комбината нашему родному городу. Замечательный подарок. А что для вас главное при покупке жилья? Мы узнали мнение людей на улицах. Давайте посмотрим. Все-таки месторасположение, чтобы было побольше деревьев. Вот я в центре города живу, лет 10 уже, наверное, недовольна. Красота, мне кажется, не особо здесь важна. Здесь, кажется, большая важна цена и месторасположение. Допустим, если было где-нибудь за Гомелем, то не слишком удобно было с той же самой работой или учебой. Я думаю, что самое главное месторасположение, потому что транспортная система в нашем городе оставляет желать лучшего. И сложно добираться с одной точки города в другую. Поэтому нужно выбирать либо ближе к месту работы, либо учебы. Экологически чистый район. Меньше машин, больше зелени. Транспорт доступный. А цена? Ну, потом посмотрим и цену. Цена. Месторасположение в Таичино. Красота дома не важна. Месторасположение и цена. И то, и другое. Месторасположение. Центральный район. Я всю жизнь прожила здесь, и на другой, никакой другой район не поехала бы. В первую очередь цена, а потом месторасположение. Однозначно. Ну, для меня, допустим, есть вот место. Привычка и к месту удобства. Поэтому, ну да, месторасположение в том числе. А какая цена для вас приемлема? Ну, я сейчас не могу вот это, так сказать, на скидку. Однозначно сейчас ответственнее. Затрудняюсь. Ну, скажем, тысячи рублей это много за кудротный метод? Да вроде ничего, нормально. На первом этапе, конечно, цена. Потому что пенсионера больших денег нет. Ну, хотя сыну хотел бы купить. Он со мной живет, но надо бы, чтобы отдельно жил. Ну, и месторасположение тоже ролик играет. Если в центре, она будет дороже, на крайних будет дешевле. Ну, и сам район, как там обеспечение с этим, с магазинами, там все прочее, транспорт, как ходит. Важно все, и цена, и расположение можно и не в центре, не обязательно. А какая цена для вас приемлема? Ну, мне сложно сказать. Зарплата невысокая, и кредиты даже сложно взять. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о строительстве и реализации жилья. И у нас есть первый на сегодня телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Пожалуйста, ваш вопрос. Можно задать вопрос? Да, конечно. Значит, я построила квартиру в 59-м микрорайоне в ДСК. Квартира без отделки. Можно ли сейчас в ДСК заказать, сделать ремонт? И если да, то ориентировочная стоимость этого ремонта. Поняли вас. Спасибо за вопрос, Александр Михайлович. Есть ли такая возможность? Такая возможность есть. Если вы решили обратиться к нам, обратитесь в отдел продаж. Телефон 4343-00. Мы готовы разработать для вас индивидуальный проект. Даже так, дизайнерский. И по нему выполнить для вас ремонт. Материалы могут быть как ваши, так же можем купить его и мы. Ну, если говорить о стоимости, значит, вы должны предполагать, что средний полубюджетный вариант будет стоить 80 рублей на метр квадратный в вашей жилой площади. Это касается только тех домов, которые строил ДСК? Ну, мы не хотели бы браться за другие конструктивы. Там есть свои особенности. То, что построили, то готовы довести. Полностью под ключ. Понятно. Интересное предложение. А есть спрос? Пока не очень. Но люди интересуются. Наверное, сначала рассчитывали своими силами, потом подумали, о, сколько же это будет продолжаться. Наверное, пусть лучше специалисты займутся. Ну, не совсем так. Не надо полагать, что если возьмется за это ДСК, то это будет как рекламе. Пришел этот вечный кошмар. Ремонт там с мешком цемента на плечах, в разных ботинках и так далее. Нет. Мы готовы все это выполнить на достойном уровне. Но, как правило, народ сегодня берет, так сказать, местных рабочих. Это дешевле получается. С ними можно договориться. У нас все по расценкам. Ну, конечно. А если только проектом ограничиться? Можно я решить и такой вариант, да. Хорошо, давайте продолжим. Включая проекты перепланировок. Конечно, при покупке жилья тема серьезная. Все факторы важны. И экология, и близость к центру, и, конечно же, инфраструктура, и транспортная, и социальная. Но решающий вопрос для многих – это цена. Расскажите, пожалуйста, какой сегодня ценовой диапазон на жилье, которое вы предлагаете? Ну, я бы наш ценовой диапазон разделил на две категории. Это жилье для нуждающихся и жилье, которое строит долевое коммерческое. Ценовой фактор для нуждающихся – от 600 до 900 рублей за метр квадратный цена составляет. Ну, в зависимости от конструктива дома, места расположения. Если это долевой коммерческий дом – от 800 до 1200, 1300. Продолжим эту тему. Тема важная, интересная. Александр Михайлович, у нас есть телефонный звонок на линии. Не будем заставлять долго дожидаться. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня есть вопрос. Интересует, в ближайшее время будет ли какое-то строительство коммерческого жилья 18-19 микрорайон? Хочу купить квартиру. Вот тот случай, когда место расположения играет свою роль. Потому что, на самом деле, близость от центра и в то же время район живописный и благоустроенный. Будет ли еще что-то там достраиваться? Безусловно. Сегодня у нас находится дом на экспертизе. Это 12-14-этажный дом с вентилировым фасадом. Его строительство мы планируем начинать в январе месяце. Цена, о ней пока говорить преждевременно. Преждевременно это будет долевой коммерческий дом. И здесь будет рынок определять и стоимость этого дома. Вообще, в этом микрорайоне, в 18-м микрорайоне, у нас еще запланировано строительство 5 домов. Также рассматривается вариант строительства жилья на улице Кожера-Мазурова, угол. Это в районе Ледового дворца. Здесь застройщиком будет выступать Гомельский областной УКС, а Гомельский домостроительный комбинат как генподрядчик. Но это дома, которые будут вводиться в 2019 году. Начало строительства будет начато в следующем, вот планируется в 2019. Тоже, наверное, районы, которые пользуются сейчас очень хорошим спросом, да? Да, безусловно. Это все-таки есть такая тенденция по Гомелю, что вот скорее в этих районах, нежели где-то на окраине города люди стремятся строить жилье. Ну, я бы так не сказал. Сегодня большим спросом пользуются квартиры на Шведской горке. Это молодежный микрорайон для любителей рыбалки. Это вообще чудесно. Вышел с удочкой, и ты уже практически на природе. Понятно. А самое дорогое жилье какое? Ну, мы в центре города застройщиком не являемся. Вот, как я сказал, выше наш микрорайон это 18-й, 19-й. Самый дорогой дом, который мы продавали в прошлом и в этом году, цена была от 1100-1300 в зависимости от расположения квартиры. Это КПД-88 по генплану в 16-м микрорайоне, или сегодня его адрес Головацкого, 91А. Это шестиэтажка с лифтами, с видеонаблюдением, с видеодомофонами, с улучшенной отделкой мест общего пользования. В этом доме мы также разработали двухуровневые квартиры на мансардном этаже. Дом, в общем-то, неплохой. Ну, и, соответственно, и цена получилась такая. Неплохой, это слабо сказано. Прекрасный дом. Быстро продали? Да, сегодня осталась только одна квартира на шестом этаже, однокомнатная. Ну, и она пользуется спросом, периодически обращаются. Ну, мы думаем, в ближайшее время она найдет своего хозяина. Наверняка. А какую минимальную цену вы готовы держать? Так однозначно сказать нельзя, что вот цена там будет 750, и это предел. Каждый дом, он состоит из нескольких частей. То есть стоимость метра квадратного, она состоит из определенного положения. Значит, в первую очередь, это, собственно, само строение, которое имеет свою стоимость и входит в стоимость метра квадратного. Если это дома для нуждающихся, значит, сюда входит меньше обременения. Затраты застройщика, заказчика, уровень рентабельности ограничен ценой не больше 5%. А вот в долевых коммерческих здесь еще дополнительно идут отчисления в бюджет. Это на магистральные сети и усредненный показатель на снос жилья, который происходит в городе. И это дополнительно накладывает свою долю. Ну, вообще, мы дома строили и вводили, как я уже сказал, цена для нуждающихся была от 580 рублей до 750. Долевые коммерческие, ну, здесь уже формирует стоимость рынок. А себестоимость строительства какова? На бюджетных объектах себестоимость у нас получается в районе 600-650 рублей. То есть иногда получается, что продаете даже ниже? Нет. Такая рентабельность 2-3% всегда есть. Всегда есть. Хорошо. Какой из ваших проектов был самый рентабельный? Ну, опять же, сказать, что вот один самый рентабельный, другой нерентабельный. Таких... Все проекты для нас рентабельные. Но наибольшую прибыль приносят дома долевые коммерческие. И если этот дом располагается еще в хорошем микрорайоне, пользуется спросом, стоит очередь за ними. Соответственно, выше цена и выше прибыль застройщика, то есть наша. Но это не значит, что мы вот здесь так пухнем на деньгах наших дольщиков. Вы видите, что мы получаем прибыль, мы делимся и с гражданами города честно. Заработав некую долю, мы готовы ее вложить в развитие нашего родного города. Вот, например, в виде садика. В виде садика, в виде инфраструктуры, которая там, да? Да. Спортивные дорожки, там будут венодорожки. Которая будет в тренажере. Тренажеры для инвалидов-колясочников там предусмотрены. Детская, спортивная площадка. Это... А вам конкуренцию приходится выдерживать? Вот вы говорите, что цену формирует и место расположения, в том числе. Значит, наверное, и есть среди застройщиков тоже какая-то конкуренция. Безусловно. Мы же не единственные на рынке, да. Наверное, так не должно быть. Более привлекательные, менее привлекательные площадки, там, где нужно больше вложиться, да, и там, где готово. Безусловно, безусловно. Но на сегодня, чтобы конкурировать на рынке, мы, как видите, занимаемся тем, чтобы улучшить архитектурную выразительность домов, внести некую изюминку, создать вокруг среду обитания, чтобы все-таки дольщики пришли к нам. А не к нашим конкурентам. Это ваши конкурентные преимущества, да? Да. Все-таки и интересные проекты. Хорошо. Вообще ситуация на рынке жилья, она такая, в начале года была очень притихшая. Вот этот период спада, он пройден к концу 2017-го? Очень притихшая, это вы мягко сказали. Ситуация была непростая. Только в наших домах, где мы являемся застройщиками и генподрядчиком, у нас было более 500 квартир высланы на продажу, и они еще не имели на тот момент своих дольщиков. Ну вот, те решения, которые приняты на уровне правительства по снижению кредитной ставки, довольно существенно повлияли, оживился рынок. И, безусловно, указ номер 240 президента нашей республики повлиял. Сегодня большое количество начало строиться жилья с господдержкой для нуждающихся. Соответственно, рынок долевого коммерческого стал меньше, и на него увеличился спрос. То есть ситуация улучшилась. Четвертый квартал вот этого года и следующий, 2018 год, мы имеем уже портфель заказов на уровне 95% от проектной мощности. Ну, я бы сейчас хотела, чтобы оживилась ситуация на нашей телефонной линии. 340-0-43, я напоминаю номер телефона прямого эфира, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе. Вы довольны теми результатами, с которыми ДСК подходит к концу года вообще в целом? Ну, безусловно. Вам это первое полугодие не испортило картину? Немножко показатели изменились, но не так существенно. Этот год, как и, в общем-то, и предыдущие, мы сработаем рентабельно и прибыльно. Для нас главное, чтобы была прибыль. И работы сейчас много, да? Да. Работаете без выходных? Работы много, это радует. Трудности нас не страшат, поэтому коллектив нацелен, чтобы выполнить поставленные задачи. Ну, это прекрасно. О внедрении новых технологий предлагаю поговорить далее. Давайте сначала мы посмотрим сюжет, после вернемся в эту студию и продолжим обсуждение. Время рекордов в жилищном строительстве остается в прошлом. В 2010 году в Гомельской области ввели в эксплуатацию 960 тысяч квадратных метров. В 2011 планировали построить миллион, а в 2015 вообще выйти на полтора миллиона квадратных метров комфортабельного жилья. Сегодня приоритеты более скромные. Рост цен на строительные материалы и в какой-то период практическая недоступность банковских кредитов несли в эти планы существенные коррективы. Правда, отказавшись от объемов, строители сконцентрировали усилия на качестве. В 2017 это оказалось более актуальным. Снижение цен на жилье привело к увеличению покупательской способности и, как следствие, некоторой конкуренции среди населения. Первый дом этой серии сдали в сентябре. Квартиры в нем можно было купить на протяжении месяца. В третьем доме, вод которого запланирован на декабрь, все квадратные метры раскупили примерно за 4 часа. Не останавливаться на достигнутом и предлагать новые варианты, сегодня для Гомельского домостроительного комбината это принципиальная политика. Для этой серии было разработано более 20 архитектурно-планировочных решений, одно из которых жители города Гомеля могут ввести в 19 микрорайоне. Также совместно с институтом Гомель проект был доработан проект застройки микрорайона номер 18 уже в крупнопанельном исполнении. Еще один фактор, существенно влияющий на покупательский спрос, все большая доступность банковских кредитов. Для строителей это не только положительная тенденция, но и показатель того, что конкуренция среди строительных организаций в дальнейшем будет только возрастать. Государственная политика в отношении кредитования населения работает на то, чтобы каждый из желающих мог позволить себе взять доступный кредит и купить квартиру в нужном доме и в нужном микрорайоне. Поэтому на данный период времени наверняка уже можно заметить, скажем, повышенный спрос в отношении квартир. Удержаться на рынке в таких условиях можно только предоставлением более качественных, чем у других услуг. Лариса Васильева квартиру, построенную Гомельским домостроительным комбинатом, приобрела в 2015. Еще год ушел на ремонт. Жилье покупалось без отделки. В прошлом году женщина переехала сюда окончательно и за прошедшее время о покупке не пожалела ни разу. Несмотря на то, что некоторые соседи еще и сегодня продолжают обустраивать квартиры, а поэтому работающие где-то за стенками электродрели не являются такой же редкостью, в целом проживание здесь можно назвать комфортным и уютным. Зимой было очень тепло, отопление доработало на ура, никакого дискомфорта в принципе не ощущала. Соседи ремонт делают, но в принципе в это время нахожусь на работе, так что все отлично. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях генеральный директор Гомельского домостроительного комбината Александр Гончаров. Александр Михайлович, какие новации в технологиях сегодня доступны гомельским строителям? В 2008-2012 годах наш комбинат провел глобальную модернизацию. Было переснащено все производство. Закуплены современные технологические линии немецкого, итальянского производства. Без лишней скромности скажу, что только сегодня на нашем заводе, в республике таких аналогов нет, роботы занимаются разметкой и устанавливают бортоснастку. Это серьезный прорыв. Это, соответственно, позволяет выпускать более качественную продукцию, более точных геометрических размеров. Но мы не остановились на этом, комбинат идет дальше. Сейчас мы внедряем BIM-технологии в проектирование. Мы стоим только в начале еще этого пути, только начали заниматься впереди еще очень многие этапы. Закупили современные компьютеры, которые позволяют работать в BIM-технологиях и производить 3D-молиделирование. Может быть, BIM-технологии не всем понятны, в двух словах поясню. Проектировщик делает проект дома и отдельных изделий, уже не у Кульмана, стоя с доской, как это мы когда-то видели и было раньше. Все работы выполняются на компьютере. И каждое изделие и в целом дом формируется в формате 3D, где прокладываются все магистрали. Это исключает, что одна коммуникация может найти на вторую. Дальнейший этап развития этой темы мы занимаемся, готовим программистов, обучаем их в Москве. Так что комбинат на месте не стоит. Но, как я сказал, еще впереди большая дорога в этом направлении. Скажите, насколько актуальна тема экспорта услуг для Гомельского ДСК? То есть как вас оценивают за пределами Гомельской области? Тема экспорта для нашего комбината не нова. За 50 лет мы построили жилье, если взять на западе, это Калининград. На востоке это Тюменская область, город Лазггипас. Многие жители города Гомеля слышали о нем, знают. У кого-то там работают родственники. Это город белорусских нефтяников. Так вот, в 80-е годы 50% города построено Гомельским домостроительным комбинатом. Если подняться по карте вверх на север, то это город Лабынтанга в Овской губе. Но, чтобы проекты были рентабельны, особенно в условиях сегодняшнего дня, значит, это радиус от Гомеля должен быть не больше тысячи километров. Тогда перевозка нашего железобетона еще рентабельна. Остальное все съедается транспортом. На сегодня мы работаем в Калуге. В январе-феврале следующего года мы должны ввести два трехподъездных дома общей площадью 11 тысяч метров квадратных. И там же в Калуге в этом году мы построили тренировочный стадион к чемпионату мира по футболу. Я слышала, что и наш дом со встроенным детским садиком тоже вызвал интерес. Да, все сегодня ожидают ввода дома, и он вызвал интерес как у нас в Беларуси, так и в Российской Федерации. Приезжают, смотрят, тема довольно интересная. То есть, если будете строить где-то за пределами нашей страны, то все свое, да? И материалы, и работники? Безусловно. Мы работаем под ключ, начинаем, выходим в поле от разбивки осей и до сдачи под ключ. Все выполняет работник ДСК. Спасибо. Александр Михайлович, следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Виктор Павлович Скоробогачко. И у меня такой вопрос. А будут ли серии домов с подземными парковками? Интересный вопрос. Спасибо. В 18-м микрорайоне планировались подземные паркинги, но на сегодня это очень дорогое удовольствие. И, к сожалению, если включить стоимость метра квадратного, то тогда цена будет порядка 1000 долларов за метр квадратный. Наверное, не каждый житель согласится на такую стоимость. Мы рассматривали варианты наземные, одна и двухуровневые парковки, прорабатывали вопросы их строительства, делали мониторинг рынка. Но, как правило, находятся 2-5 человек, которые готовы были бы купить места в этой парковке, в этом паркинге. Но остальное очень проблематично. Вы видите, что каждый сегодня хочет поставить машину рядом с домом, нежели поставить где-то ее на открытых парковках, которые сегодня существуют. И общаясь с нашими коллегами в других регионах, за исключением города Минска, там эта тема актуальна. И строительство таких паркингов рядом с домами и подземной паркинги, она актуальна и пользуется спросом. Но вот в областных центрах пока достойного спроса еще нет, к сожалению. Ну, это вообще мировая тенденция, да, во всем мире именно так и располагаются паркинги. И я думаю, что придет и к нам со временем, только надо подождать такого серьезного роста дохода в населении. Чтобы стали чуть-чуть богаче. Чтобы могли мы, да, за квадратный метр тысячу платить. И купить еще квадратный метр для своей машины. Да, или не для одной желательно еще кто-то может. Ну, так достаточно мы с вами о хорошем-то все говорим. А бывает, что при сдаче домов выявляются несоответствия нормативам? Ну, несоответствия нормативам я бы не сказал, но строительные дефекты имеют место быть. И здесь, вот перед телезрителями сказать такое я безусловно не могу. Да, имеет место и человеческий фактор. Иногда бывает подводят материалы или смежники-подрядчики. Но мы стараемся всегда своевременно и вовремя качественно устранить эти наши недоработки. Чтобы наши дольщики, которые получили ключи и заселились в нашей квартире, у них не испортилось настроение от таких мелких негативных моментов. Да бывает, конечно же, когда такие деньги тратишь и так серьезно свою жизнь меняешь, переезжаешь в новую квартиру. Если вдруг там что-то не так, конечно же, это портит настроение. Ну, наиболее часто выявляемые дефекты с чем связаны? Ну, наиболее часто это, я бы сказал, может быть, такая системная недоработка существует. Это затекание рам-лоджий. Жители, наверное, жители города Гомио, наверное, помнят, что лет 15 назад жилье сдавалось без рам-лоджий, без остекления. Но каждый житель потом устанавливал себе оконную раму, как на свой вкус и вид, это портило фасады домов, зданий. Вообще, рам-лоджий, это считается нежилое помещение, в которое может проникать, в том числе и вода. Мы сегодня работаем над этим, чтобы исключить такие затекания, но еще они бывают. Особенно в дождливую осеннюю погоду. А по качеству строительных материалов бывают нарекания? Вы со своими только материалами работаете, да? Или покупаете что-то тоже? Ну, безусловно, мы же все не производим, мы производим железобетон. В основном работаем с белорусскими материалами. Они сегодня довольно высокого качества, и цена позволяет их применять, и приемлемая цена. Также применяются и импортные материалы. Все это закупается через биржу. Но еще раз повторюсь, что сегодня все больше и больше наших отечественных материалов, которые, в общем-то, имеют неплохое качество. То есть отмечаете рост качества? Да. Это хорошо. Скажите, пожалуйста, Александр Михайлович, как можно узнать информацию о строящемся жилье непосредственно домостроительным комбинатам? Обращайтесь к нам в отдел продаж. Телефон я называл, повторю еще раз. 43-43-00. Или информацию еще можно узнать на сайте gdsk.by. А задолго узнать о планируемых только объектах? Вот вы озвучили, что и в 2018 году будет дом, и в 2019 году. Ведь такие решения, они тоже... На них нужно время. Тоже размещаете или нет? Нет. У нас только формируется программа следующего года, и мы можем говорить о домах, которые будут строиться в следующем году. Или задельные, которые будут начать строительство в 2018 году, а вводиться будут в 2019 году. На такую перспективу я бы не стал рассматривать в данный момент. Понятно. На сайте оставить заявку можно, или это требует непосредственно визита на предприятие? Заявку вы оставить можете, то есть вы попадете в банк данных будущих дольщиков. Но мы сами при строительстве долевого коммерческого жилья очередь не формируем, чтобы не было коррупционной составляющей. Каждый дольщик сам выбирает время, когда ему прийти. Если дом пользуется спросом, значит, это дольщики организуют в свою очередь. А вы контролируете вообще эту ситуацию? Интересуетесь? Безусловно. Сколько предложений, да? Безусловно, безусловно. Работники нашего отдела продаж мониторят ситуацию. Они мониторят не только по домам, где являемся застройщиками, но и по всем домам, которые строятся в городе Гомеле, в Гомельской области, в Республике. Отслеживается цена, характеристики квартир, чтобы понимать тот сегмент рынка, который нам необходим и над чем еще надо работать. Чтобы всегда находиться в нужном сегменте. Вы периодически проводите еще и так называемые Дни застройщика. То есть непосредственно специалисты на месте встречаются с потенциальными застройщиками, да? Да, есть такая практика. Проводят, показывают наглядно. В этом году совместно с городским УКСом проводилось несколько таких акций День застройщика. Они приносят свои плоды. Как пример могу сказать, что несколько дольщиков, которые пришли просто посмотреть квартиры, в этот же день и написали заявление на покупку квартир. Какие вопросы звучат? Чем интересуются у специалистов люди в это время? В первую очередь цена, возможность перепланировок наших помещений. Ну, как бы все, наверное. Что нравится больше всего людям? Как вы понимаете, что все правильно делаете? Последняя, по-моему, вот Шведская горка, да? И Новобелец, Хутор. Да. Последние там были эти мероприятия проводились. Как оценили ваши застройщики те проекты, которые там реализованы? В первую очередь они отметили качество изделий. Сегодня, купив квартиру, не надо ее шпаклевать. Можно сразу прогрунтовать и приступать к оклейке обои. И точно так же и с потолками. Мы имеем ровные стены, ровные опалы. Это сегодня является, так сказать, нашей фишкой при продаже квартир. Хорошая фишка. И перепланировка сегодня тоже очень популярна, да? Люди, собственно, не хотят какое-то четко разграниченное пространство. Сегодня каждый хочет, собственно, уникальный проект. Если бы мы формировали дольщиков на стадии разработки проекта, и было вот сформирован весь дом, мы могли бы учесть индивидуальные интересы каждого застройщика. Но так как дом уже практически построен, мы его потом продаем, кто-то желает сделать перепланировку, отнести перегородку или убрать ее, сделать совмещенный санузел. Такие варианты мы готовы предоставить и выполнить эту работу. Выполнить сам проект, перенос светоточек. Все, идем навстречу нашим дольщикам. Ну, очень популярный сегодня запрос, да? Да. На сегодняшний день. Расскажите, пожалуйста, какие варианты есть, мы сейчас обсуждаем тему, как приобрести жилье от ДСК, какие варианты есть оплаты? Вот тот самый пресловутый ценовый фактор, о котором мы с вами говорили. В общем-то, ситуация стандартная. Если человек желает купить у нас квартиру, надо его желание, паспорт. Приходите, оформляйте, заключайте договор. Если дольщик участвует в процессе строительства, когда дом еще строится, то здесь он равными долями, согласно графику строительства и зависимо от объема выполненных работ, уплачивает ту сумму, которую должен уплатить в этот период и в течение всего строительства. Если мы продаем уже готовое жилье, мы применяем систему скидок. Если человек приходит и сразу готов внести всю сумму, мы рассматриваем варианты скидки от 3 до 5%. Какой суммой нужно располагать для того, чтобы затевать вопрос со строительством? На сегодня квартира в среднем стоит от 30 и до 1 миллиона рублей. Помимо строительства жилья, какими еще проектами занимается ДСК? Наш комбинат изначально создавался как организация, которая строит только жилье. Но на сегодня мы работаем на селе, строим фермы. Мы готовы выполнить заказ, если будут таковые, по строительству различной инфраструктуры, как в конструктиве КПД, так и в других. Но вот на сегодня мы строим общежития, строим строенные помещения. Жители города, наверное, видели их на Барикино. Они являются некой фишкой этих домов и украшением, в общем-то, самой улицы стали. Там, где раньше стояли, был частный сектор, сегодня комфортабельные дома со встроенными помещениями. Проекты все тоже ваши или совместно разборачиваете? Работаем с несколькими институтами. Это институт Гомель-проект, Гомель-граждан-проект, Гомель-обл-проект. И у нас есть, собственно, архитектурно-проектная мастерская, которая, в общем-то, и разрабатывает основные наши проекты. А как определяете? Будете делать собственный проект или будете заказывать? Здесь чем руководствуетесь? Нашими возможностями. И, в общем-то, вот работа с такими сильными институтами, она позволяет и нам набраться опыта и получить достойный проект. Сегодня мы разрабатываем проект совместно с компанией А100. Если знаете, новая Боровая, она очень часто звучит в Минске. Мы построили у них в этом году два дома, где мы являлись подрядчиками и проектировщиками. И один дом переменной этажности с эксплуатируемой кровлей. Вот было такое задание. И на сегодня мы рассматриваем вариант, чтобы где-то в городе Гомеле выбрать площадку. Как можно эксплуатировать кровлю? Жильцы последнего этажа имеют чипы правого выхода на кровлю, где сформирована зона барбекю. Стоит мангал и, можно отметить, день рождения с видом на город. Потрясающе. В живописном месте, если этот дом расположен, любоваться закатами, это на самом деле очень интересно. Александр Михайлович, если очень коротко, как Вы определяете основные перспективы на 2018 год? Чему будете уделять внимание? Ну, 2018 год, надеемся, что он по загрузке и, соответственно, по работе сложится для нас лучше, так как портфель заказов сформирован и эти объекты все будут с финансированием. Основное направление наше – это развитие нашей проектной работы. Здесь есть еще над чем работать, чтобы улучшать наши качества. Будете учиться делать проекты? Будем. Спасибо большое за сегодняшний диалог. Спасибо Вам, спасибо телезрителям. Генеральный директор Гомельского домостроительного комбината Александр Гончаров был сегодня у нас в гостях. Спасибо Вам за внимание, за Ваши вопросы и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова